Энергия. Как её распределить? Нужно ли себя наполнять энергией? Либо лучше её правильно раскидать по телу равномерно? Потому что есть достаточно много всяких версий и пониманий и действующих каких-то приёмов, практик и видений, как вообще энергия в теле распределяется. И откуда она приходит, если она у нас в резерве, либо ты эти резервы должен исходно сам наполнять. В общем, вариантов очень много. Я рассмотрю только лишь два основных момента. Это распределение уже имеющейся энергии в твоём организме и возможно ли извне себя наполнить. Давайте про первый пункт поподробнее расскажу, потому что в практике чаще с этим приходится сталкиваться, как именно раскидать энергию по телу равномерно. Потому что если брать даже наше тело как основные его участки, это голова, туловище, правая рука, левая рука, правая нога, левая нога, то даже по этим пяти пунктам, по шести пунктам, если отдельно каждую конечность ещё брать, можно в этом даже случае правильно распределять балансы в теле. Если мы берём за основу, за теорию, за такую вот догму, одну из, что мы рождены только лишь с определённым количеством энергии, вот как родился ты со ста очками энергии, вот теперь распределяй их как хочешь и равномерно, то эта теория достаточно интересна, потому что даже вот основные научные все моменты подтверждают, что мы используем свой мозг только лишь на 3-5%. Печень работает только на те же самые 2 или 5%. То есть у нас очень много в теле резервов, которые не задействованы, которые не используются. Соответственно, если мы их начинаем использовать, то мы начинаем понимать, насколько мы всемогущи. И только лишь когда ты сможешь на все 100% осознанно своей энергией пользоваться, ты уже, так скажем, будешь настолько преисполнен этим всем, что тебе не нужно будет извне какую-то другую энергию набирать. Так вот, этот путь как раз-таки он из таких вот тернистых, он из трудных, он для терпеливых, для тех, кто стойко верит, для тех, кто безупречно действует, и для тех, кто дисциплинированно работает над собой каждый день. И действительно это так, потому что ты, если понимаешь, что хуже, чем конец твоей жизни, то есть смерть, с тобой ничего не случится, то как раз-таки этот путь, он очень шикарно подходит для тех, кто хочет именно научиться свои исходные ресурсы распределять в теле. Так вот, есть несколько разных вариантов техник, которые дают возможность распределять энергию по телу. И в разных школах они даются по-разному. Вот я подскажу одну из техник, она была взята больше у восточных школ энергетических, такие как китайские, тибетские, где используются в качестве распределительных всех энергетических моментов, это энергетические каналы и меридианы. В ведической теме также представлено достаточно хорошо, эта тема в виде потоков и марм. То есть мармы это точки на теле, которые имеют достаточно сильные резервы баланса. В некоторых видео я уже это показывал, но еще раз вам это чуть поподробнее покажу. Вот у нас есть на теле ключицы, вот они, и именно под ключицами, ближе к груди, есть вот такие ямки. Если вы с ключиц свалитесь вниз, вы прямо провалитесь в эти ямки. То есть между ключицами и ребрами есть вот эти точки. К середине грудина, к наружу вот эти две точки. Эти две точки, они как раз-таки отвечают за баланс энергии по правой и по левой стороне. То есть в китайской теме это точка К27, то есть седьмой меридиан почек. Если мы скомбинируем знания о 27-м меридиане почке, о том, что он является балансиром хорошим по правой и левой стороне энергии, а также дополнительно используем знания о мудрах, что если большой палец соединить с мизинцем на одной и на другой руке, то встав именно в позицию этих пальцев в эти точки и немного постимулировав их, мы можем хорошо распределить энергию по телу уже достаточно так активно. Так вот, что нам нужно сделать? И еще раз, находим эти две точки, повторюсь, ключица, внутренняя сторона, двигаемся кнутри до грудины. Вот такие две ямки. И встаем туда мудрыми большой палец и мизинец. То есть когда мы держим пальцы в этой позиции, то есть мы намереваемся именно работать с энергией. Организм делает эту установку и распределяет именно энергобалансы в теле, чем мы, собственно, и являемся. Поэтому, встав таким образом в эти точки, мы просто стимулируем их. Для начала можно использовать неспецифическую работу, то есть просто встали и хаотично, как удобно вы стимулируете точки. Но если вы продолжите их стимулировать, то в какой-то момент вам даже захочется и покажется делать, наоборот, скрестно эти движения таким образом. Либо делать только лишь в одном направлении эти массажные движения, либо в другом, либо один в одну сторону, другой в другую сторону. И делать этот массаж нужно до тех пор, пока вы не почувствуете лёгкое головокружение. То есть вы почувствуете лёгкий как будто прилив сил, сопряжённый с какой-то лёгкой усталостью. Когда вы делаете этот массаж, параллельно ещё делаете спокойные, равномерные вдохи и выдохи. То есть, допустим, 5 секунд вдох и 5 секунд выдох. И в этом состоянии делаете такой массаж. То есть спокойный, медленный вдох и спокойный, медленный выдох. И это всё должно сопровождаться именно осознанным дыханием и осознанным массажным движением. И только тогда, когда пальцы уже сами начнут вас показывать, то есть на вас, куда и как их крутить, это говорит о том, что вы постепенно уже проваливаетесь в осознание тела. То есть вы уже не просто как хотите это делаете, а тема тела само регулирует, как эти балансы вам настроить. Потому что если говорить про тело, то движение по часовой стрелке, это больше получается нагнетание энергии и открывание данного потока либо канала. Если против часовой стрелки, то это больше закрывание данного потока или канала. И в этом случае, если у вас пальцы, допустим, одновременно в одну сторону начинают крутиться по часовой стрелке, значит, как будто вы начинаете открывать эти каналы, и эти каналы должны усилить ваши потоки, тем самым вы будете больше заряжены. Если наоборот в теле какой-то избыточный процесс возбуждения происходит, то энергию нужно сбалансировать немножко на минус, то есть её интенсивность чуть-чуть загасить, то тело будет просить движение делать против часовой стрелки. Если правая в одну, левая в другую, то это будет говорить о том, что одна из сторон тела будет требовать больше, так скажем, творческого процесса, а другая сторона будет гасить, допустим, логический процесс. Либо если этап у вас какой-то жизни переменный, то наоборот, где-то нужно будет добавлять больше ума, допустим, меньше интуиции. То есть это всё зависит от жизненного какого-то события, ситуации, от конкретного состояния в данный момент. В принципе, кому техника ясна, большие пальцы ставьте вверх и идём дальше. Это одна из техник распределения ресурса по телу, такая человеческая. То есть она обычная, не требующая каких-то дополнительных крупных знаний. Вы можете это делать просто, не вникая в какие-то грубые подробности, не заморачиваясь, а делаете это просто регулярно, раз в день, где-то по 2-5 минут ежедневно. Вот проснулись, встали перед зеркалом, нашли себе эти две точки, поработали либо на открывание, либо на закрывание, просто с лёгким дыханием, так скажем, уходя в лёгкое беспамятство, в медитативное состояние с остановкой внутреннего диалога. То есть перестаньте думать о чём-то, разговаривать с самим собой, либо с самой собой, и просто дайте рукам сделать свою работу. И вы почувствуете, как балансы в теле начинают работать. Это глобально, если по телу энергию именно распределять. Также используются различные техники, как из одной части тела энергию перенаправить в другую часть тела. Это используют техники, также китайские цигун, это использование техник различных индийских приспособлений. Это также можно просто-напросто в виде йоги, любых занятий йогой. Есть много, так скажем, разминок, гимнастик энергетических, которые распределяют балансы тела с одной части тела в другую. Но всё это можно просто-напросто назвать одним осознанным утренним зарядочным рутинным действием. То есть, если вы утром регулярно каждую свою часть тела приводите в какой-то порядок и баланс, вы можете просто-напросто распределять энергию чисто через физические и домашние упражнения. Вот та самая физкультура, если ты осознанно её выполняешь, то ты начинаешь распределять балансы тела из одной части в другую. Также бывает так, что если какой-то есть хронический воспалительный процесс в теле, допустим, какая-то опухоль в органах малого таза, либо органах ЖКТ, либо головного мозга, то можно это оценить как избыток энергии в этой части тела. Вот. То есть, энергия сейчас в этой части тела в избытке. И тут тоже надо думать и по факту смотреть, что из-за того, что там опухоль, поэтому там избыток тела, это самое прямое обычное банальное мышление. Но чаще всего как раз таки на исходнике, где энергии больше либо меньше, там возникают какие-либо жалобы. Поэтому надо тоже понимать, процесс, если имеется, допустим, в теле воспалительный характер имеет, то, скорее всего, там энергии в избытке исходно было. Если эта часть тела, допустим, не дорабатывает, допустим, отнимается нога, либо дисфункция работы ЖКТ по типу недостаточного всасывания, либо костный мозг не производит иммунных клеток, либо печень не дорабатывает. Это говорит о дефиците энергии в этой части тела. Поэтому надо тут уметь понимать и определять. Обычно, где избыток энергии в какой-то части тела, вы можете руками, не имея сверхспособности, почувствовать избыток тепла в этой части тела. Вы просто по телу ведёте, вот потрогаете лоб, потрогаете макушку, потрогаете затылок, потрогаете щёки и просто-напросто по вот этой даже системе квадрата головы вы поймёте, какая из частей более горячая, какая менее горячая. И уже на уровне головы вы можете понять, где избыток энергии имеется. И что с этим делать? Вы можете распределять энергию собственными же руками. То есть поставили руку там, в той части тела, где больше всего жара, допустим, на голове, подержали руку здесь и как бы вобрали в себя, именно в руку это тепло. После этого делаете оценку других частей тела и понимаете, где какая часть тела, допустим, более холодная или более такая безжизненная. Это только абстрактно немножко говорить. А так можете пока на тепло-холод ориентироваться. Допустим, если даже в пределах головы мы берём, допустим, здесь у меня более горячо, а вот проекция диафрагмы рта менее горячая. Поэтому оставляйте руку в этом месте до тех пор, пока температуру вы не почувствуете как более гладкую, то есть более ровную. То есть подержали руку в горячем месте до тех пор, пока она не остынет немножко. И после этого переносите просто, как будто взяли, вот набрали эту энергию в чашу и переносите в эту часть тела. Непосредственный контакт с кожей не должен быть. Вы должны находиться напрямую над ним, то есть вот совсем, буквально несколько сантиметров. И также переносите энергию в эту часть тела. Так вот, если, допустим, у вас, например, имеется хронический панкреатит, вы можете держать руку над поджелудочной железой, и добавок у вас ко всему имеется, допустим, дисфункция по какой-либо костно-двигательной части тела. Допустим, тот же халюкс-вальдрукс, косточка на ноге. Либо болят колени, как вид дисфункции, но при этом колени не горячие. Либо имеется, допустим, у женщин проблема с месячными, то есть не вовремя приходит, то есть не дорабатывает часть тела. Либо вы плохо чувствуете запахи, то есть не дорабатывает что-то. Вы можете из более горячей части тела просто своей рукой это тепло переносить в более холодную часть тела до нормализации температуры. То есть еще раз. Находите на своем теле, как бы окутывая своими руками организм, и ощутите самую горячую часть тела. Походите руками по всей системе телесной, по всей коже, и обнаружите, где самая холодная часть тела. И просто-напросто из самой горячей части тела переносите тепло в самую холодную часть тела. Подержали минуты 2-3, переносите в холодную часть, подержали минуты 2-3. Это 2-3 минуты, просто взята цифра из ниоткуда. Это не всегда так. Бывает меньше, бывает больше. Суть такова, чтобы нормализация температуры была и здесь, и там. То есть, где было горячо, стало тепло, где было холодно, стало тепло. И так, каждый день, если по телу гонять энергию, вы постепенно ее будете внутри себя распределять. Если вы распределите энергию в своем физическом теле, вы тут же это сделаете в своем эфирном теле. Эфирное тело — это как фильтр. То есть, эфирное тело, как фильтр, который из тела дает информацию в более широкие энергополя. И с энергополей информация также через эфирное тело приходит в тело. То есть, работая над физикой и эфирным телом, вы уже фильтры свои нормализуете. И это еще одна из техник, как можно руками распределять энергию по телу. Вот. Это почему теория мне, так скажем, подходит и нравится. Ровно потому, что она для терпеливых. То есть, для тех, кто регулярно это будет выполнять, вы, может, сразу не получите какой-то большой эффект. Но если вы будете делать это рутинно, регулярно, с полным осознанием того, что вы это делаете и получаете эффект, но не ожидая чего-то грандиозного, то есть, не требуя завтра же, сейчас мне результата и наград, то вы в качестве дивиденда получите незримые постепенно, но понемногу улучшение качества жизни, улучшение физического здоровья, улучшение состояния окружения твоего. Любое другое благое состояние, начнется осознанность больше, то есть, все ваши действия сможете контролировать, и они будут управляемы вами, а не тем, что вокруг. То есть, не окружение будет вами управлять, а вы можете естественным образом влиять на окружение. Это не принцип реализации каких-то инстинктов, вы просто начнете понимать, что мир иной на самом деле, просто разбалансировав энергию по телу. Вот, также существует достаточно много практик именно притягивания энергии. Вот сразу скажу, что притягивание энергии, оно для подготовленных, поэтому тем, кто не готов, лучше сразу, как говорится, затаскивать энергию Вселенной в себя. Не совсем рекомендую, потому что если у вас исходник не сбалансирован, то получится так, что у вас есть вот 6 частей тела, назовем это правая рука, левая рука, правая нога, левая нога, туловище и голова, что сбалансировав, не сбалансировав точнее эти части тела, натягивая конкретно куда-то энергию, она просто может переполниться. Соответственно, ты можешь переполнить голову энергией, но рука будет в дисбалансе. Ты можешь переполнить свое туловище энергией, но левая нога будет недостаточно энергетически заполнена. И ты свою телесную чашу будешь просто-напросто использовать нерационально. То есть оптимальности тут не будет. То есть безупречной работы организма не получится ждать. Но можно сделать так, допустим, если ты готов накидать слишком много энергии в голову и уже оттуда потом ее уметь распределять по телу. Ну и на первое время, если твоя, так скажем, чаша телесная не готова принять это количество энергии, то, соответственно, она может просто-напросто начать гореть, то есть раздуваться и как шарик лопнуть в конце концов. Поэтому эта тема, именно насасывание, притягивание энергии или наполнение себя энергией извне, она для тех, кто уже научился внутри себя балансировать достаточно хорошо. Поэтому любая, даже спичечная головка энергии, она достаточно мощная может оказаться, и ваше тело может не выдержать. Поэтому такая вот легкая вам страшилка для тех, кто начинает извне сильно натягивать на себя ресурсы. Эта тема, если говорить в системе темное-светлое, она достаточно темная. В каком плане? То есть она неплохая и нехорошая, она просто энергия. Но темная в том смысле, что она быстрый результат дает. Но если ты не умеешь ее управлять, ты ее быстро сможешь использовать и захотеть еще. Использовать, захотеть еще. Я говорю, как кредит в банке, как эффект от стимулятора какого-то. Ты получил сразу эффект, но потом тебе хочется больше и больше. Это вызывает неопределенную зависимость. Но тело твое, если не готово, оно будет истощаться. Поэтому наберите терпение и научитесь сначала распределять балансы внутри себя. Ежедневно, рутинно, по чуть-чуть, сколько бы не было. Использовать внутренние ресурсы, исходные твои, и научиться ими управлять. Потому что даже если научные исследования брать, даже там говорится о том, что максимально самый крутой легкоатлет, который самый крутой, самый быстрый, даже если брать каких-то рекордсменов мира и так далее, они используют свою мышечную ткань только лишь на 50-60%. Это самые крутые. Все остальные лежат в резерве. Научитесь использовать эти резервы, и вы поймете, насколько вы мощны оказывается. То есть перестаньте определять энергию и распределять ее постоянно в одно и то же место. Допустим, для людей, которые слишком много думают, энергия вся уходит больше в сторону головы. Для людей, которые слишком много едят, энергия вся уходит в сторону живота. Для людей, которые слишком много сидят, энергия уходит больше в таз и в ноги. Для людей, которые все время в стрессе, в напряжении, о чем-то заботятся, энергия уходит больше в туловище, в надплечья и в руки. То есть вот эти все привычки устранив, вы уже начнёте перераспределять энергию. А все техники, которые я вам показал в виде работы на К2-7 в энергомудре и по распределению тепла по телу, вы можете ими помочь себе распределять балансы. То есть если вы не меняете привычек и начинаете с этих техник, в конце концов эти привычки сами себя покажут, и вы поймёте, что на самом деле нужно в своей жизни менять. Либо осознаёте, что я делаю такого в жизни, после чего мне не очень хорошо. Допустим, переел или перепил, либо ещё каких-то вещей поделал. Таким образом баланс в теле нормализуется и всё. Нет, кушать пока не буду. И вот, таким образом, эти все практики, они имеют множество вариантов. И каждому своя подходит. Нет плохих практик, нет плохих техник. Есть подходящие, либо неподходящие. Подберите для себя подходящие. Вот из этих двух выберите, какая вам больше всего подходит. Если кому-то подошла, большие пальцы вверх. Пишите в комментах, что вас больше ещё заботит. Может какие-то ещё другие техники, варианты показать. Поэтому лёгкое резюме. Научитесь распределять имеющуюся энергию внутри себя. А только после этого начните брать её откуда-то извне. Потому что если вы сразу начнёте брать энергию откуда-то извне, ваша телесная чаша, ваша энергочаша может просто это не выдержать и лопнуть в конце концов. Потому что нету плохой энергии, нету хорошей энергии. Есть энергия, которая даёт твоим намерениям и твоим осознанием, твоей безупречной жизнью, твоей трезвостью и безжалостностью, так скажем, к себе определённый результат. Поэтому научись использовать энергию, которая у тебя есть сначала. И как только ты её научишься организовывать и использовать, начни закидывать уже какую-то внешнюю энергию для того, чтобы себя прокачивать. Ну вот, как только вы научитесь балансировать энергию, вы уже получите такие результаты, что вам захочется уже делать какие-то, ну как говорится, горы свернуть, какие-то дела делать, которые вы раньше не делали, использовать свой путь к мечте, там и так далее, и так далее. Вот таким вот образом. Да, я эфир сохраню, поэтому сейчас какие-то, если вопросы есть, сразу пишите, вот, поделитесь эфиром, если кому-то что-то нужно. Также есть ссылка внизу на донаты, если какая-то была информация полезная, вы как-то хотите отблагодарить, то можете делать определённые взносы. Я дальше буду всё это развивать, рассказывать и пробовать делиться какими-то практическими техниками. Поэтому от простого к сложному буду вот эти все вещи как-то рассказывать. Проваливайтесь в канал, там также можно найти много других видео, где я рассказываю и обучаю, и самомассажные техники показываю, медитативные техники показываю, и для практикующих какие-то лечебные техники тоже использую, остеопатические, кинезиологические, энергетические, эмоциональные коррекции и так далее. Вот, поэтому рад был делиться с вами этой информацией. Пользуйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...